Микс Ньюс Президента, нового президента Украины Владимир Зеленский Актер, шоумен Который стал главой государства Вы верили в то, что Такое может случиться в вашей стране? Спасибо, во-первых, за то, что пригласили Для меня это большая честь Лично с вами пообщаться, Вадим Я читал неоднократно вашу аналитику И читаю ее в фейсбуке сейчас Феноменально, до эфира Я у вас брал интервью для телеканала Украинского, сейчас рад ответить На ваши вопросы По поводу Зеленского я вам честно скажу И я неоднократно это открыто говорил В украинских СМИ, не только украинских И в мировых СМИ, когда в Украине нахожусь Что мы не прогнозировали победу Зеленского Большинство аналитиков Я вам точно могу сказать Если вы проверите все медийное пространство Украины за последний год То как минимум за полгода Даже скажу за три месяца до первого тура Не было прогнозов победы Зеленского После нового года Когда он объявил о том, что он пойдет В президенты А именно это было сделано в ночь на 1 января То тогда уже начали задумываться о том Победит ли он или не победит Но до этого его писали в социологических исследованиях Но везде он был там пятым, четвертым, шестым, десятым Никто не предполагал И я честно скажу Не очень-то и верил Потому что, например, Дмитрий Разумков Его политический советник Зеленского Был у меня на программе Политика с Базаром Андреем В августе 2018 года Я ему задал тогда вопрос По поводу Зеленского Вакарчука как президента И Разумков сказал Что если Зеленский и Вакарчук Выйдут во второй тур против Порошенко То точно они победят То есть, вот так оно и получилось Я тогда рассмеялся И рассмеялись тогда многие, кто слушал А оказалось, видите, все по-другому Ну, получается, что голосовали за Зеленского Или голосовали граждане Украины против Порошенко Смотрите, тут феномен, комплекс И того, что вы сказали Первого и Второго И ряда других факторов Если мы хотим знать реальную электоральную карту Нужно брать за основу первый тур Первый тур голосования Там мы видим разношерстную публику Мы видим, что на Донбассе За Бойко проголосовали два региона Донецкая и Луганская область Он реально там очень популярный политик Мы видим, что центральная Украина Тимошенко очень много набрала Мы видели других политиков Мы видели президента Поддержку во Львовской области В Галичине Но за Зеленского все равно проголосовало 30% А когда мы берем второй тур Туда мы уже 75% И вот этот аспект второго тура Это протестное голосование Потому что Донбасс, который голосовал за Бойко Где Бойко набрал много голосов Большую часть Весь полным составом проголосовал за Зеленского Если мы берем Галичину Которая очень националистически настроена Которая регион Назвать его пророссийским ни у кого не получится То две области из Галичины Ивано-Франковская и Тернопольская Проголосовали за Зеленского Это протестное, реальное Классическое протестное голосование То есть когда люди голосуют против конкретного кандидата Поэтому вы правы в том, что Вы называете это отчасти протестным голосованием Но мы видели колоссальную медийную активность Зеленского Как известного персонажа Слуги народа И как очень медийного человека В Ютубе, в Телеграме, в Инстаграме А это понятно молодежи Поэтому молодежь пришла Тоже на голосование На ваш взгляд Все-таки Петр Порошенко Насколько он был эффективным президентом Потому что он пришел в сложное для страны время Он, в общем-то, был достаточно ярким персонажем По крайней мере, если смотреть на него из-за рубежа Что пошло не так? Вы знаете, мне кажется, что Он войдет в историю однозначно Вот он как Дональд Трамп Который встретился с Ким Чен Ином И через сто лет никто не будет вспоминать Какой был Трамп Но все скажут Ну как же, он уже встречался с Ким Чен Ином А до этого никто не встречался С лидером, с севернокорейским лидером Ни один американский президент А вот он встретился Точно так же и Порошенко При нем произошло сближение с Европейским Союзом Причем при нем Украина получила Томас Определенную церковную независимость от Москвы Это, наверное, позитивно воспринимает часть электората Это факт Но вопрос другой части Украины Та, которая не воспринимала некоторые инициативы Порошенко В этом главная ошибка Порошенко и его ближайшего окружения Потому что, когда я говорю по Порошенко Это ведь не только конкретная личность Это те люди, которые создавали политическую систему Украины При Порошенко И те, кто советовал из-за рубежа Я не знаю, кто это был Но люди создавали планомерно Результатом их системы получил За тот результат, который мы все видели То есть она очевидна Эта система была не на объединение страны А на сознательную фрагментацию Общества украинского Вот именно общества Потому что на сегодняшний день Мы по факту имеем три сообщества В рамках одного государства Одно греко-католическое, римо-католическое Со своими героями Со своим, по сути, языком Другая часть общества Где московский патриархат Есть церковь, для которой она будет всегда И будет принципиальным Преимущество русскоязычное И центральная часть Украины Где и украинная и русская часть Которая преимущественно относится К украинской православной церкви Уже независимой Понимаете? Общество феноменально фрагментировано Порошенко не удалось объединить страну И вот эти лозунги Под какими-то определенными тенденциями Мова, Вира, Армия Это его был предвыборный возраст Он понятен части Украины Но другой части Украины Его не воспринимало Поэтому, к сожалению, Порошенко Не стал человеком При котором страна смогла бы объединиться Я уже молчу про конфликт на Натбассе Про многие внешнеполитические аспекты Это отдельная общая история Но мы даже берем Вот ту часть, которая не является Окупированной, занятой Россией А мы берем вот ту часть Которая на сегодняшнем Под контролем официальному Киеву Даже там фрагментация произошла То есть элементарно объединить страну Никто не хотел и не хочет сейчас И последний закон о языке Который был принят Ну вот, который, собственно Подписал президент Порошенко Уже будучи хромой уткой Как называют глав государств Которые не переизбираются То есть он подписал этот закон Совершенно верно Он не подписал Кто-то не подписал Он парламент принял Он пообещал подписать Пообещал Формально То есть он этого еще не сделал Пока еще не сделал Но он пообещал подписать Почему он еще не подписал Потому что закон еще не вышел Из парламента Поскольку ряд политических сил Подали постановление О том, чтобы заблокировать Выдачу даже Выход этого закона Из парламента На подпись президента То есть этот закон Еще может быть не принят Есть вероятность 50 на 50 Он принят Но он может быть неподписан Он может не вступить в силу Потому что юридически Тут может произойти такая ситуация Что Зеленский станет уже президентом Естественно, по-зеленски подписывать этот закон не будет То есть, он может отменить, собственно Ну, фактически отсрочить вступление в силу Это надеются многие люди, потому что я, допустим, с законом с этим категорически не согласен Но вы правильный аспект затронули Почему он хочет подписать Порошенко? Будучи человеком, который проиграл Он делает уступку тому электорату, который за него проголосал, 25% То есть, абсолютному меньшинству За него проголосал, он выиграл только в одной области Представьте себе? Это уникальный результат Президент действующий выиграл только в одной области, во Львовской Во всех остальных выиграл Зеленский И он делает уступку тем, за которые Кто-то за него голосовал, не обращая внимания На русский язык, не обращая внимания На проблемы с венграми, не обращая внимания На что? То есть, мне кажется, это не совсем Позиция президента На ваш взгляд, к чему может привести Этот закон? Потому что Латвия проходила По такому сценарию с 90-х годов Был принят закон о государственном языке Недавно Конституционный суд, в общем-то Утвердил реформу образования Предусматривающую полный перевод школ Нацменьшинство, ну или билингвально Как их у нас называют на латышский язык Обучение Чего ждут в вашей стране? Вот этого закона и какие проблемы? Вадим, вы задали очень сложный вопрос Потому что одна из причин, почему я здесь В Латвии, это собственно изучение Вот того, что проходило Через что проходила ваша страна Или общество? Я бы так сказал Общество проходит через эти испытания Я ожидаю крайне Негативных тенденций Поскольку ситуация в Латвии Показала, что как бы к русскому языку Кто не относился, он существует Он существует не только на бытовом уровне Он существует и в публичной сфере Задача, на мой взгляд Части украинской интеллигенты Заключалась в том, чтобы выбить русский язык Из публичной сферы Прежде всего Засунуть его, я сознательно использую такие термины Засунуть его в сферу быта Это сделать в принципе невозможно И часть политической элиты Украины понимать это не хочет Здесь ситуация гораздо сложнее С точки зрения важности русского языка Для украинского общества Чем в странах Балтии Давайте мы об этом поговорим после небольшой паузы У нас перерыв, а потом мы вернемся к теме русского И украинского языков Оставайтесь с нами Мы продолжаем Эта программа «Встретились, поговорили» В студии работает Вадим Родионов У меня сегодня в гостях Украинский публицит, журналист, международный обозреватель Политический аналитик Андрей Бузаров Андрей, еще раз здравствуйте Здравствуйте Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните нам, также звоните Также пишите по WhatsApp 230-6191 Если вы звоните из-за рубежа Код плюс 371 Ну вот мы в прошлой части затронули Такие схожесть ситуации между Украиной и Латвией В вопросе русского языка Но вот поскольку вы все-таки Ваша страна Она только начинает эту работу То мы как раз остановились на том Какими могут быть последствия И вот давайте продолжим Да, я закончил на том Что степень серьезности и значимости Русского языка для украинского общества На мой взгляд она несколько солиднее Скажем так И гораздо более эффективнее Гораздо больше присутствует в Украине Чем в странах Балтии Поскольку очень много украинцев считают Что русский язык является их родным языком А часть националистические Национал-консервативного Такого толка Людей считают, что это ненормально И вот тут по сути мы видим процессы Которые частично связаны Похожи на страны Балтии Но я их все-таки связываю Вот с такой ситуацией Которая была в Бельгии Которая была в Австрии Все австрийцы говорят на немецком языке Но ни один австрийец не скажет Что он немец Вот тут нечто подобное в Украине То есть очень много людей Которые говорят на русском языке Этнических украинцев Я еще раз подчеркиваю Но для них Допустим русский язык является родным И они его не ассоциируют с Путиным Либо с советской оккупацией Или что-нибудь такое Они его ассоциируют с тем, что он родной И они имеют право на нем говорить И вот вы говорите, когда язык нацменьшинства У меня сразу звук, знаете, это режет Мне даже, как гражданин Украины Я вот думаю, почему Как его можно считать языком нацменьшинства Если на нем говорят многие украинцы Поэтому попытки как-то вытеснить язык Из публичной сферы В Украине будут серьезно, негативно восприниматься Элиты, части элиты В том числе украинская элита И мы это уже видим Поэтому я думаю, что Это может привести к очень серьезным последствиям Фрагментации общества Но это, в принципе, уже произошло По факту это будет происходить Я думаю, на практической стороне Что для части регионов Там Одесса, Харьков, Донбасс Русский язык все равно останется Не только родным А его будут активно использовать Официальный статус В публичной сфере могут использовать А часть западноукраинских регионов Для них принципиально, естественно Украинская мова А русский язык для них воспринимается Как язык страны-агрессора Это факт На сегодняшний день Так действительно там воспринимают Я не думаю, что ситуация улучшится Я убежден, что она будет только усугубляться Вот Янина Соколова Известный украинский блогер И журналист, которая была в нашей студии Она известна своей достаточно Такой жесткой позиции Она говорила о том Что между мной и Зеленским пропасть Потому что я думаю на украинском А он думает на русском И, в общем-то, она сказала еще о том Что украинский язык Необходимо развивать Необходимо защищать А русский, в общем-то, этому препятствует Такая же история, кстати, с Латвией Потому что действительно есть опасения У латышской части общества Что крупные языки Не только русский Сейчас, в первую очередь, английский Они, в общем-то, угрожают языкам Не очень большим И, в общем-то, могут их вытеснить Из какого-то такого Конкурентоспособного поля Есть такая проблема? Украинский Значит, по поводу позиции Нины Соколовой Позиция общеизвестна в Украине Это позиция Достойная позиция уважения Но есть другие позиции Между, допустим, мной и Зеленским Пропасть небольшая Если мы мыслим на русском языке Но ваш первый язык какой? Родной мы русский, конечно же Да, но друга ридно-мова украинска Второй язык Фактически родной Это украинский Но, естественно, первый язык русский Я об этом всегда открыто говорю Не боюсь об этом говорить Им нужно об этом говорить И они на Соколовой У нее своя позиция У нее своя позиция Связана, наверное, с какими-то Гражданскими вопросами Является русский язык Угрозой для украинского Это просто надуманная, на мой взгляд Позиция, ничем не подкрепленная На сегодняшний украинский язык Является государственным Он является официальным Он колоссально имеет поддержку Общества и государства В Украине Я не видел никогда никаких проблем с ним То, что отдельные люди Миню могут подать на русском языке Например, не на украинском То, что отдельные люди говорят Открыто и много на русском языке Это не значит, что украинский язык ущемляется Я считаю, что это абсолютно Полная подмена понятия идет Сознательная подмена понятия Обман То есть на сегодняшний день Идет сознательная политизация процесса И то, что мы говорим В пользу украинского языка Я точно так же поддерживаю Развитие украинского языка Я точно так же хочу, чтобы он поддерживался Более серьезно на государственном уровне Но не за счет ущемления прав Не только русскоговорящих Но и людей на венгерском языке Конфликт с Венгрией Произошел не из-за русского языка А из-за языковой политики Порошенко Да, в Венгрии, кстати, и МИД В Венгрии очень жестко Они реагировали на закон Я был две недели в Венгрии Выступал с большим докладом Проглашала мне венгерская сторона Я знаю позицию на государственном уровне у них там И они не пойдут ни на какие уступки Они знают, что это не из-за этнического вопроса Это из-за неправильной языковой политики И все, что мы видим Проблема русского языка, венгерского Это та языковая политика, которая была при Порошенко Убежден на 99% Что при Зеленском Вопросы церкви, вопросы языка Будут очень толерантно восприниматься властью Очень толерантно И я убежден, что мы не увидим того Что видели при Порошенко Когда там кто-то микрофон кому-то выключает Если человек на русском языке говорит Либо СБУ гоняется за отдельными священниками Либо за венграми, за паспортами Это смешно просто было Надеюсь, при Зеленском такого не будет Но я в этом убежден на 99% И я убежден, что при нем будет попытка стабилизировать языковую ситуацию Вот в тех регионах, где большая часть говорит на русском Это Одесская область, Харьковская, Николаевская Это много, честно говоря, областей То есть это не просто там какой-то один регион Это очень большая часть Украины Более того, есть русскоговорящие города Понимаете? Есть тот же самый Киев, в котором говорят очень много людей на русском Поэтому тут вопрос непростой 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира в нашей студии Звоните нам Андрей Бузаров Публицист, журналист, международный обозреватель И политический аналитик Сегодня гость программы «Встретились, поговорили» Говорим мы о ситуации О таких, может быть, общих моментах Между Латвией и Украиной Напомним, что сейчас В большой стране, в которой проживают около 40 миллионов человек В общем-то, тоже вопрос языка вышел на первую приоритет Ну вот, кстати, 9 мая завтра Этот вопрос, который традиционно и в Латвии уже вызывает Такую политическую дискуссию Как у вас с этим? Это просто колоссальное обострение произошло буквально в последнюю неделю Когда Ветрович, есть такой у нас историк Директор Института памяти, сказал, что 9 мая не должно быть выходным То есть, по сути, он хочет минимизировать значение этого праздника Но это продолжение политики, которая была при Порошенко То есть, сознательно закидывают вещи в общество Для того, чтобы нас поругать между собой украинцы Понимаете? Все прекрасно понимают, что для огромного количества людей В том числе и меня, дед которого воевал, прошел, по сути, всю войну В Германии остановился из-за ранения Естественно, 9 мая должен быть не только просто праздником Чтобы я дома праздновал, сел, покушал А он должен быть государственным праздником Кто-то хочет праздновать 8 мая? Вопросов нет Тоже дайте уступку Лучше всего и 8 и 9 И кто-то считает себя ближе к Европе Хотя тут вопросов много Пожалуйста, пожалуйста Но оставьте то, что у нас является частью традиции Поэтому этот вопрос вызывает колоссальный раскол Завтра, на 9 мая, я ожидаю, что у нас будут какие-то противостояния, политизация Кто-то пойдет к одним памятникам Кто-то придет к другим памятникам Кто-то наденет маковую на себя Мак, как образец, 8 мая по-разному Кто-то наденет на себя другие какие-то символы Ситуация не меняется, она только усугубляется Язык, церковь, герои, исторические даты и так далее Это все, что на сегодняшний день фрагментирует, дробит общество И, к сожалению, наше общество остается очень расколным Попытки его объединить не привели к какому-то серьезному успеху Надевайте наушники, у нас радиослушатель на линии Здравствуйте Добрый день, Владимир Да, Владимир Сейчас Украина находится между Молотым и Накровальдой Когда европейский колхоз И надо ее не ждать, как их слушают А стратегия посольства Как вы видите, будущее Украины Допустим, через 5, через 10 лет При этом нынешнем президенте Будет экономика улучшаться Или будет, когда постоянно разрушаться Разрушаться, народ будет разбегаться В разные стороны Да, мы вас поняли Каким вы видите будущее? Очень хорошее использование слов Спасибо за вопрос Радиослушатель, он сказал Молот и Наковальдня Вот интересно, кого он подразумевал под Молотом И кого под Наковальдней Где Россия, где США Или Европейский Союз На самом деле, с точки зрения геополитики Радиослушатель правильно ситуацию характеризовал Действительно, есть определенное геополитическое противостояние Вокруг Украины И Европейский Союз тоже в эту ситуацию Уже влез, скажем так Страны, такие как США Россия Традиционно пытаются влиять Но Есть свое влияние Германии Есть свое влияние Франции Есть свое влияние Польши Есть свое влияние Венгрии Есть свое влияние Турции И так далее Представьте, все эти страны Пытаются создать какое-то лобби В Украине То есть, если бы Украина была неинтересной Как многие ее воспринимают Эти страны не пытались бы влиять на многие общественно-политические процессы Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет Независимо от того, кто был президент Украины Какая будет политическая система Мы увидим продолжение геополитической борьбы И региональной борьбы за влияние в Украине И каждая страна будет создавать свои политические партии Допустим, там Венгрии в Словакии У них есть своя политическая партия Которая участвует в Словакии В выборах в Словакии Хотя Венгрия по-другому относится У вас в Латвии свои есть партии разного тока Я думаю, что у нас открыто будут создаваться Те или иные группы, лоббистские группы Которые будут делобить интерес Кто-то России, кто-то Европейского Союза Кто-то США Это неизбежно Но, все-таки я вижу Что у нас идет тенденция К созданию парламентской системы Это не видно пока иностранным экспертам Но мы внутри общества это уже видим То есть, у нас в большинстве своем Огромное количество элит За то, чтобы создать парламентскую систему Либо хотя бы парламентско-президентскую Я вижу, уже есть консенсус элит Но, на ваш взгляд, это реальный сценарий? Потому что в России Михаил Ходорковский пытался В начале 2000-х такую операцию Можно так, наверное, назвать Существить И, в общем-то, это закончилось Для него достаточно печально Но Украина не Россия Своя специфика Но, тем не менее Все-таки постсоветские государства И там достаточно сложно такие Сложно сделать это в таких странах Как Центральная Азия Где президенты, как правило, по 20-25 лет Но они умирают Да, совершенно верно У нас же Ни один президент Не стал, на мой взгляд Президентом реально украинским У нас все, кто были Кравчук, Кучма, Ющенко Янукович, Порошенко Они всегда пытались Выбирать какой-то вектор И этот вектор Ни к чему хорошему Для общества не приводил, как правило Поэтому, значит Нам нужно менять политическую систему Вот эта идея Гетман Когда один Гетман Украину управляет Она, наверное, для европейской Украины не очень-то и хорошая У нас очень мультикультурная страна Есть особенности Закарпатия венгерского, украинско-венгерского Есть особенности Черновцов, где есть Румынские поселения Есть Донбасс Есть Центральная Украина Есть много всего То есть, наверное, на сегодняшний день Нужна другая политическая система Для сохранения Целостности общества И государства Это очень важно Наверное, парламентская система Интересна Поскольку элиты бы региональные Были бы представлены в Киеве И никто бы не говорил Из Киева Вот вы должны в регионе Молиться этому богу Или другим каким-то богам Ходить в эту церковь Либо вы должны На этом языке говорить А вот туда не ходить Туда не ездить А сюда ездить Это все смешно сейчас кажется Наверное, нужно учитывать Региональную особенность Украины Она существует Некоторые наши Так называемые элиты Не признают ее Они говорят Нет никакой Национальной особенности Есть Украина Которая является Как они говорят Мононациональной Я говорю Это подход опасный Для будущего государства Украина мульти Полионациональная Это ее особенность На ваш взгляд Все-таки Насколько вероятно Что Украине удастся Или наладить отношения с Россией Насколько уместна Такая формулировка Я не знаю Учитываю Что идет война Но тем не менее Вот кстати Владимир Зеленский Заявил о том Что с Россией У нас Из общего Только граница осталась Вот точка невозврата Пройдена Или все еще Может вернуться Смотрите Я уверен Что нормализация Отношений с Россией Рано или поздно Произойдет Вопрос на каких условиях Если Это будет с позиции Достойных Партнерских Каких-то отношений Я в это верю Как это произошло В Грузии Если бы вы При Саакашвили Задали вопрос Будет ли нормализация Отношений с Россией Это вызвало бы смех Но при Бензине И Ванишвили Грузины смогли Экономические отношения Наладить Я думаю Что нечто подобное Может произойти Не знаю При Зеленском ли Но то Что это произойдет Это вопрос Лишь времени Это связано С историческими Социокультурными Другими аспектами Часть общества Украинского Против этого Часть общества Это не воспримет Часть общества Будет на этом Опять же Политизировать И играть Свою игру политическую Но это не означает Что другая часть Общества Будет Идти на поводу Вот в этого Меньшинства Скажем так Общества Поэтому При Зеленском Скорее всего Возможна нормализация Соотношения в части Экономики Энергетики Надеюсь Решат конфликт На Донбассе Поскольку Лишение конфликта На Донбассе Это я считаю Первая очередная Задача Президента Зеленского Причем Что при Порошенко Не было сделано Потому что Без нормализации Ситуации На Донбассе Невозможно Постепенное Экономическое Развитие Я не знаю Как можно воевать Одной рукой И потом развивать Экономику Поэтому Для Зеленского Важно сейчас На мой взгляд Найти точки Соприкосновения Как они будут найдены При последничестве США Трампа Европейского Союза Я не знаю Это зависит Уже от геополитики Но у Зеленского Есть хороший шанс Если вы послушаете Его интервью Послушаете интервью Коломойского Он об этом Постоянно говорит Что у Зеленского По сути Табула раса Чистая доска И можно Хороший шанс Перезапустить Некоторые отношения Я думаю Что это возможно сделать Насколько Сильно влияние Соединенных Штатов Америки Потому что Сейчас Я слышал Такую точку зрения США поддерживали Порошенко Но тем не менее Победила демократия И победила Зеленский Значит и влияние Соединенных Штатов Оно Несколько преувеличено По крайней мере Если мы Воспринимаем Через призму Российских СМИ Ну Виктория Нуланд Пирожки на Майдане И так далее И тому подобное Много всего можно вспомнить То есть Насколько сильны Позиции США Сейчас США главный И единственный Последовательный Союзник Украины На протяжении Последних Ну пяти лет Точно И таким и останется Как и Британия Как и Польша Наверное И страны Балтии Кстати Это факт На сегодняшний день США колоссально Влияют на ситуацию В Украине И с точки зрения Экономики И с точки зрения Дипломатии Это факт тоже Но Нужно понимать Что в США Есть разные группы Влияния на Украину Есть демократы Есть републиканцы Есть какие-то МГО Неправительственные Организации И вот тут Существуют Разные позиции У них У всех Разное Видение Развития Ситуации То есть Госдеп Условно говоря Не курирует Всех Конечно Нет Абсолютно Нет То есть Это разрозненные Группы Если бы курировал Госдеп У нас бы Сейчас не было Проблемы с послом Которая По сути Прекращает Свою каденцию За три месяца До окончания Срока И уже было Обращение Демократической партии Вот Вчера На имя Трампа И они сказали Зачем отзываете посла Который служил в США Вы его отзываете За три месяца До окончания срока То есть Мы видим уже Начало предвыборной борьбы Там В США Почему? Потому что Нынешний посол В Украине Он часто Ассоциировался С предыдущей Американской системой Байдена Обамы А Джо Байден Будет главным Конкурентом Трампа На следующих выборах И Трамп будет Очень активно Использовать тему Украины В предвыборной кампании Точно так же Как против него Демократы использовали Тему Мана Форта Который работал С партией регионов В Украине Трамп это Ничего не забудет И он будет сейчас Очень активно Использовать тему Украины В своей предвыборной кампании Но Подчеркну и закончу Главную мысль В разное мнение У американцев По поводу Будущего Украины По поводу Экономического развития То что На сегодняшний день Западный курс Не поменяется Украина Это я уверен Сто процентов Но то что Вы мне задали вопрос По поводу будущих Российских отношений Это зависит как раз От позиции Дональда Трампа И наверное У Трампа Позиция отличается От позиции Демократической партии У него в принципе Отличается позиция С точки зрения Отношений США России Следовательно Украины и России Поэтому я думаю Что нормализация Отношений между Украиной И Россией Лежит в плоскости Нормализация Отношений между США И Россией У нас еще звонок Надевайте на ужин Здравствуйте Как вас зовут? Да Здравствуйте Вова меня зовут Да Вова слушаю А скажите пожалуйста Вот вы говорите Партнеры Америка Прибалтика Великобритания Они это все делают Все бескорыстно У вас в Украине Просто так же Бесплатно Вы что-нибудь же понимаете Сейчас только все делают Что-то только за бабусей Просто так нигде Ничего не происходит Спасибо Да У нас нет друзей У нас есть интерес Как говорят Да У нас хороший Качественный С точки зрения целей Поскольку Точно так же Я всегда задавался вопрос Зачем Россия Те или иные действия делает На Донбассе В Крыму И так далее То есть есть геополитика Не будем ее отрицать Есть интересы геополитические США и Российской Федерации И на сегодняшний день Поддержка Украины Как государства Независимо от того Какой там президент Порошенко Зеленский И любой-любой другой Соответствует интересам Геополитическим интересам Американцев Почему Это сложный уже вопрос Но так очевидно Было Предначертина с убой Если вы почитаете Аналитиков 90-х годов Хентлинтона Фридмана Они писали еще в 90-х годах Что неизбежен конфликт Между Россией и США На территории Украины Это вопрос времени У них разные были позиции Как это произойдет Кто-то думал про войну Кто-то думал там Про какие-то столкновения Вот произошло Как произошло Действительно идет Геополитический разлом Это факт Украина находится На социокультурном разломе И американцы Они по своим интересам По своим интересам Поддерживают Украинское государство Но еще раз подчеркну Американцы научились Отличать Власть украинскую От государства Это очень хорошо То есть мы видим Поддержку государства И если бы Американцы поддерживали власть То Порошенко бы Наверное бы выиграл И Зеленского бы Никто не воспринимал А Зеленский выиграл Американцы поняли Что значит что-то не так Было с предыдущей властью То есть получается Что США В общем-то Списали Порошенко Я думаю Что изначально Года три назад Они уже прекрасно понимали Что У Порошенко Очень слабые шансы Закрепиться Поскольку общество Больше из общества Его не воспринимало По разным причинам У Зеленского Хорошая возможность Перезапустить И сейчас мы видим Заявление И со стороны ЕС С стороны США Ну Трамп вообще был Один из первых Кто поздравил Причем такое поздравление было Ооо Блестящая компания Ну они медичники Они друг друга понимают Поэтому я думаю То есть кино снимались Совершенно верно Я думаю что у них Хорошие возможности Сейчас есть Даже улучшить отношения Между США и Украиной Но подчеркну Американцы поддерживают Государство Украина И они не делают Ставку на какого-то Одному политика Не говорят Так ты про американские А все остальные Это пророссийские Или еще какие-то Другие сепаратисты Такого нет Американцы ведут В Украине диалог Со всеми оппозиционными Партиями И с оппозиционным блоком Они общаются И с Бойко встречаются И Курт Уолкер Когда приезжает И с Тимошенко Общается Они со всеми ведут диалог Почему Потому что они прекрасно Понимают Что Украина Будущая Украина Это парламент И ты если хочешь Вести нормальную политику То надо общаться И с будущим парламентом У нас через полгода Парламентские выборы И они будут гораздо Более серьезные И опасные С чем президентские Потому что На сегодняшний день Вот эта вся фрагментация О чем мы с вами говорим 40 минут Это все будет отражаться На парламентских выборах И все что вот это есть В Украине Элиты Они сейчас все пойдут в парламент Для чего ты должен Сформировать большинство И уже как-то договариваться С президентом У Зеленского Большинство Практически Нереально сформировать И соответственно Тут возникает вопрос Насколько он может быть Тогда эффективным Президентом Тут вопрос Будущим парламентом Совершенно верно Здесь вот эти Взаимоотношения Очень сложные Поэтому любой аналитик Который изучает Украину Он знает Что через полгода У нас По сути уже Парламентская кампания Началась Честно говоря Вот эти все Языковые вопросы Это уже играют На соответствующем Региональном поле И будущее Украины Будет решаться В парламентские выборы Которые будут в октябре Надеюсь Они будут Надеюсь Ничего не произойдет Хотя Сейчас все больше и больше Говорят о досрочных Парламентских выборах У нас сейчас новый Такой дискурс появился Вот у нас остается Буквально две минуты До конца эфира Вот мне интересно Потому что Зеленский Представитель шоу-бизнеса Я смотрел сериал Слуга народа Голобородька Такой идеальный президент Из народа Который честный Неподкупный И так далее И тому подобное Вот Есть такая точка зрения Что выбрали не Зеленского А Голобородька И в общем-то Неизбежно разочарование Потому что Ну не все в жизни Так как в кино Вот на ваш взгляд Насколько все-таки Велик этот риск Что разочарование Будет Я думаю что Большая часть Не разочаруется Поскольку Зеленский Точно На мой взгляд Будет лучше Чем предыдущая Политическая система В целом взятая Зеленский Не связан с политикой Он будет искренне Многие вещи делать У него нет Компаний Кондитерских У него нет Кого-то Глобального Бизнеса Да наверное Кто-то из олигархов С ним может быть Как-то аффилирован Но это все Относительно Но я думаю Это все Переувеличено Но он Успешный медиа-менедж Совершенно верно Он успешный Медиа-менедж Он умеет Проводить Хорошие Медиа-компании И его задача Мне кажется Будет в том Чтобы стабилизировать Ситуацию И то что мы видели Шоу Голоборотика И Слуги народа Я видел Искренность Искренность Подчеркну В глазах Зеленского И многих людей Которые принимали Участие В этом всем Для того чтобы Изменить ситуацию То есть люди Многие пошли Искренне В политику Для того чтобы Повлиять На будущее Искренность Я не думаю Что мы сейчас Увидим Расцвет Каких-то там Коррупционных схем Вот с этой точки зрения Зеленский Очень удобен Для наших Партнеров В ЕС И в США Для них Коррупция Неприемлема В Украине И многое другое Зеленский Намного проще В этом плане Он открыт У него вот Все о нем Все знают Все его декларации И так далее И он не будет говорить Что я это сделал Для этого Это сделано Поэтому Мне кажется Украина Хороший шанс Сейчас есть Стабилизировать Хотя бы ситуацию Не ухудшить Я не знаю Что будет там В отношениях с Россией Это все сложно Очень Но точно Не ухудшить ситуацию Сейчас можно Потому что При Порошенко Мне кажется Мы шли Ускоренными темпами К фрагментации Расколу общества Вот И мы сейчас К сожалению Еще пока идем При Зеленском Нужно это приостановить Или хотя бы Лучше вообще остановить Ну что ж На этом мы сегодня Завершим наш эфир Андрей Бузаров Публицист Журналист Международный обозреватель И политический аналитик Был сегодня Гостью программы Встретились Поговорять Спасибо Андрей Спасибо Эфир провел Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев Всего доброго Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует